Ну все, Камбот, мы практически снесли эти 10 тысяч кузнец, которые были над твоим домом. Да, жители, я, конечно, удивляюсь вашему упорству сначала построить 10 тысяч кузнец, а потом их просто снести. Да мы просто что-то так подумали, мы не хотим жить над твоим домом, мы лучше построим другой, самый высокий дом. О, правда? А где? Расскажете? Не-не-не, Камбот, это будет сюрприз, мы тебя потом на обзор в гости позовем. А, ну ладно, без проблем тогда, без проблем. Так, осталось снести фундамент, и все будет нормально. Эх, а мне даже не верится, что еще буквально пару дней назад я видел, как тут реально был небоскреб из кузнец, помнишь? Я еще тогда офигел. Что это такое? Подождите, 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 я не мог этого вчера построить. Да, это я построил, прикинь, как классно. Да, да, Камбот, это было сложно забыть, все тогда такие глаза были. Да, я тогда конкретно офигел. Ну ладно, тогда, жители, удачи сносите, там только верните мне потом полублоки обязательно на крышу, не забудьте. А я пойду немножечко отдохну, а потом пойду уже на работу. Всем привет, ребята, меня зовут Камбот, и добро пожаловать на мое новенькое видео. Помните, на днях у меня выходило видео, где жители построили 10 тысяч кузнец прямо на моем доме? Это был тогда просто шок, но сегодня они это все уже убирают. Говорят, что построят какой-то крутой, самый высокий, самый длинный дом в другом месте, но где не говорят. Как вы думаете, где? Пишите ваше предположение в комментариях. Может в нашей деревне, может и не в нашей вообще, короче, фиг его знает. О, погодите, ко мне кто-то пришел, видимо жители что-то у меня забыли, да? Капот, ну все, погнали смотреть наш новый высокий дом. Эм, что? Погодите, жители, стоп, я не понял, какой еще высокий дом? Вы же сносите вот тут от кузницы. Так все, мы все снесли, дом уже построили. Эм, чего? В смысле, как это возможно так быстро? Не может быть. Где, где этот дом? Я хочу на него посмотреть, я хочу на него... Да, да не... Да, Капот, да. Не-не-не-не-не, погодите, вы не могли, вы... Вы не могли там дом построить? Да, да, Капот, мы преуспели в строительстве. Погодите, я... Я толком поприветствоваться с подписчиками не успел, а вы уже отгрохали самый высокий дом, где в колодце? Вы серьезно построили дом в колодце? Да, Капот, мы не знали, где строить дом, над кузницей уже строили, в наших домах неинтересно, а в колодце самое то. Правда, есть минус, места мало, но сейчас мы с тобой все заценим. У меня просто нет слов. Реально, ребят, вы только взгляните на это. Самый высокий дом в колодце, это колодец-небоскреб какой-то, реально. Я рад, что тебе нравится, Капот, мы старались. Да как вы... Стоп, а сколько людей это все строило? Мы втроем. Слов нет, ребят, я не верю. Капот, так чтобы поверить, ты вот возьми вот эту вот кирку и с помощью этого гарпуна поднимись на самый верх и оцени наш дом. На самый верх? Ну что, ребят, погнали, заценим, что они там построили, потому что мне кажется, за 30 секунд это построили, невозможно построить качественный дом-небоскреб, и я уж молчу, что он в колодце. Ладно, хорошо, будем целиться ровно вон туда и надеюсь у меня получится. Так, пуляем гарпун и опа, отлично, я уже близок к двери, давайте быстро закидываем туда и давайте вот сюда, все, отлично, отлично, я здесь, все хорошо. Вау, тут очень высоко и в то же время очень красиво. Если бы кто-то мне сказал, что колодец может быть небоскребом, я бы подумал, что он сходит с ума, но нет, смотрите, отсюда виден даже домик ведьмы, вон он стоит вдалеке, прямо за небольшим кусочком леса, а моя кузница вообще супер-супер маленькая. И этот колодец практически на уровень облаков заходит, ну, немного не дотягивает, конечно, а сам колодец вообще не глубокий, посмотрите. Я так понимаю, это какая-то дождевая вода, которая сюда накапала, но да ладно, это не так важно, я хочу попасть в дом. Правда, я без понятия, как мне сделать это лучше всего, потому что, смотрите, ой, ё-моё, с какой стороны тут, я что-то даже немного запутался. Во, вот с этой стороны вход, либо запрыгнуть туда как-то, либо с помощью крюка, давайте с помощью крюка туда и запрыгнем, тихо-тихо-тихо, так-тихо-тихо, осторожно, теперь туда, еще раз сказал туда, и туда еще раз, о-о-о, все нормально, все хорошо, сейчас туда залечу, все, нормально, о, а ты как сюда забрался? В смысле, как? На лифте поднялся. Да ты чё, издеваешься, у вас лифт, что ли, был? А раньше нельзя было сказать? Не, уже нету, я его случайно сломал. Окей, я понял. Так, жители, где твой дом? Я не понимаю, что это такое вообще? Тут очень мало места, как вы тут живёте? Так я говорю, это же минус. Хотя, знаешь, Компот, есть такая поговорка, в тесноте ты не в обиде. В принципе, тоже она тут действует, тут очень удобно и комфортно. Ну, раз удобно и комфортно, давай рассказывай, что это за рычаги, что они делают, что это? Итак, Компот, это первый этаж. Той, самый последний, самый высокий. Это наши спальни, тут мы все спим. Ну-ка, сейчас я это всё заценю. Слушайте, ребят, ну кроватка мягкая, я вам так скажу. И, слушайте, я впервые вижу такую многоярусную кровать. Да, я видел двухъярусные кровати, и даже где-то видел трёхъярусные кровати. Но чтобы раз, два, три, четыре, четырёхъярусные... Нет, такого я ещё не видел. А что там ниже? Давайте-ка посмотрим на это. Это у нас кухня? Это кухня? Да, Компот, такая вот небольшая кухонька у нас. В смысле небольшая? Это ультрамаленькая кухонька, я туда же вообще не помещаюсь с толком. Как тут что-то готовить, я не понимаю. Куда тут поставить разделочную доску? Где тут кастрюли лежат? Вообще же неудобно. Ну, знаешь, Компот, у нас тут в холодильнике лежит готовая еда, мы её достаем и сразу в духовке разогреваем. Ну или на плите. Офигеть, я бы с ума сошёл готовить на такой маленькой кухне. Я ещё не видел, что у нас снизу, спускайся. Ох, житель, я боюсь, что ты меня уже ничем не удивишь после этой кухни. Что тут у нас? А, нет, слушай, удивишь. Та-дам, это наш туалет. Я понял, а где душ, где ванна, вот это вот всё где? Так это нам не надо. А, в этом плане, ну ладно, хорошо. Хотя бы умывальник поставили, на этом уже спасибо. И унитаз тут стоит. Слушай, реально очень мало места, я тут вообще не помещаюсь. Ну как? Как тут это всё? Ну, Компот, я же говорю, нам втроём тут самое то место предостаточно. Ладно, хорошо, может быть я привык к тому, что должно быть места много, но да ладно. Хорошо, в принципе, да, согласен, уютненько, но очень тесно. Спускаюсь дальше, а это что? Это у нас, Компот, своеобразная комната отдыха. Ну, зал, где мы встречаем гостей. Гостей? А у вас тут гости помещаются? Я не понимаю, тут вот мы с тобой вдвоём сидим, и нам уже тесно. Да нет, у нас ещё спокойно может залететь третий и присесть на этот диванчик. Ну, это не диван, это кресло, давай я на него присяду. Слушай, а тут комфортно, ребят, тут даже очень комфортно и уютно так сидишь, правда, слишком близко к телевизору, но ничего страшного. Ну да, слушай, диванчик очень мягкий, комфортно, все дела, правда, телевизор немного старенький. Погоди, я чуть текстура не провалился и не выпал отсюда. И книжечку можно достать, почитать. Да, погнали дальше, следующая комната моя самая любимая. Самая любимая, интересно, что там может быть? Может быть огромная ферма или, не знаю, много изумрудов? Да, хранилище изумрудов, там 100% хранилище изумрудов. Так, житель, я иду и... Что это? Как что? Это комната для вантуса. В смысле комната для вантуса? Просто комната для вантуса и всё? Ну да, ты сам говорил, что в туалете мало места. Я с тобой как бы полностью согласен, поэтому решил сделать отдельную комнату для вантуса. Да, житель, вот места у вас мало, а вот высоты у вас очень много, поэтому вы бесконечные этажи делаете, не пойми под что. Господи, зачем вантусу отдельная комната? Положили бы его в сундук. Да не, от него как-то воняет неприятно. Хорошо, житель, хорошо, я тебя понял. Кстати, я там слышал, что сверху что-то говорил о хранилище изумрудов. Пойдём, оно будет дальше. О, так всё-таки оно есть, интересно будет на него посмотреть, как оно выглядит. Так, и... Воу, что тут? Ё-моё, мне тут не очень удобно как бы стоять, меня камера толкает. Короче, Комбот, это вот такой буферный этаж, они же хранилища изумрудов. Там стоит много сундуков, они все забиты изумрудами. Это камера, которая следит, кто сюда заходит, а рядом железный люк, чтобы не... О, погоди, Комбот, ты это слышал? Да, я это слышал. Погоди, это что такое было? Я не знаю, если это то, о чём я думаю, это очень плохо. Так, ладно, хорошо, давай заценим хранилище изумрудов и расскажешь, что это такое могло быть. Так, спускаемся, ребята, вниз, вау, тут реально очень много сундуков. Давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять сундуков и все они забиты изумрудами. Прикиньте, вот это, конечно, мощно, я бы хотел столько. Так, ладно, давайте заценим, что на следующем этаже. Открываем люк, спускаемся. Вау, а что тут стремянка стоит? Ничего не понятно. О, нет, Комбот, я даже не хочу смотреть вниз. А что, а что там такое? Что такое, житель? Короче, дело в том, что мы ещё до конца не достроили этот самый высокий колодец-небоскрёб. И мы тут делали ремонт, как видишь, мы тут меняли стены и, видимо, нижний этаж обрушился. Если он обрушится ещё сильнее, то весь небоскрёб упадёт. Ё-моё, так он же очень высокий, он всю деревню раздавит. Так я об этом же, нужно срочно его укреплять. Так, а ну, житель, отойди, дай я спущусь туда, прямо сейчас вниз. Ой, а извини. Офигеть, Комбот, да, тут всё разломлено, смотри. Так, житель, а ну-ка отойди, сейчас я тоже буду спускаться, ё-моё. Так, погоди, давай я куда-нибудь, вот сюда вот перепрыгну. Офигеть, тут нормально так снесло, смотри, упало на соседний дом немножечко. Так, Комбот, это срочно нужно восстанавливать, иначе весь небоскрёб упадёт, ты посмотри. Да, я вижу, он ещё такой тонкий и такой длинный, что реально просто может упасть, и всё, и полдеревни нету. Так, житель, я за киркой, ты пока тут всё подготовь, так аккуратно слазим. Если это небоскрёб упадёт, будет очень плохо, поэтому я должен срочно взять кирку и восстановить его. Так, так, побежали быстрее, побежали, побежали, срочно. Я тут подвосстановил его, сколько хватило блоков, столько и поставил. Ну дыра всё равно большая нужно заделывать, так, так, давайте поднимаемся, ребята. Так, шикарно, и будем добывать блоки, которые упали вот на эту крышу. Давайте все их сломаем, интересно, сколько тут? Так, 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 4 уже есть, 5, 6 и 7 и 8, 8 блоков. Так, ну в принципе, жителей должно хватить. Так, давайте, хопа, хопа, и смотрите, там снизу вода бьёт. Это же всё-таки бывший колодец как-никак, поэтому да. Вот так вот тут всё закрываем, теперь перепрыгиваем сюда, и лучше уже восстанавливать отсюда. Всё, отлично, житель, мы полностью восстановили с тобой эту разруху. Ё-моё, хух, я уж подумал, всё упадёт. Так чё ты стоишь, житель, иди укрепляй там его изнутри. Точно, нужно внутри опоры поставить, чё я пошёл? Давай, житель, давай, и попрочнее там ставь. Ох, ребята, конечно, эти жители меня иногда просто удивляют. Сегодня они опять построили дом, но не абы где, а в самом настоящем уже колодце, прикиньте. Где они в следующий раз дом построят, я не понимаю, на солнце что ли, или где-нибудь ещё? Ладно, это был довольно-таки странный обзор на странный дом. А с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, и всем пока, ребята.